так друзья вы видите мой особняк запилок зато сайтингом покрыты 8 чертов году с тех пор богаче я не стал а нет стал вот прикупил за миллион рублей еще один коттедж тоже из опилок обшитый этим самым толью рубероидом зато богат вот этим я все успел вырастить и вишни вон она представляете ирга высота метров 12 только отсюда даже не верится вот остальное там вон они деревья вот я беседку построил в пятнадцатом году купил а мои деревья уже тут росли соседи тогда интересовались этим посмотрели вокруг вот отсюда глядите вон сетка рабица за ней огромные груши не крупная для сибири вообще рекордсмена это тоже вы руками посажено посмотрели на адрес это красный хутор это шушенский район красноярского края сейчас я показываю до выражая все далеко все еще цветут но это позднее цветение принципе она уже отсюда ладно это не как слива китайская слива вот эти вот мной досаженные абрикосы им цены нет это и с юг украины шанс кого об этом мы поговорим когда засыпь заплодоносит и вы обратите внимание мы каждый год здесь ходим вот я сделал страшно или я или сергей вместе резали страшный обрезку ради того чтобы выбросило ветки без которых нам не прожить изовеченное дерево это серафим но вы увидите деревья изовеченные они все живы 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 и сейчас я вас подвожу к одной из величайших тайн живы это один раз показывал вот это нижний ярус верх недавно мертв роскошные абрикосы 100 граммовые вот они я уже новое название придумал они стали чисто круглыми 100 120 грамм и я дозвал по полной железы скромно скромно вот я же не какой-то наглый я редко буквально 2 или 3 случай когда я называю своим именем заметьте идут годы деревья все те же так вот это вот уже чуть сергей не выпилил я говорю погоди есть шанс что эти королевский станет за 100 грамм у меня есть для этого основания которых я сейчас говорить не буду а фактически было погублено этими же бесконечными обрезками ради пропитания ради того чтобы заготовить черенки а я вас подвожу к одной из величайших тайн причем я ее уже 20 лет кричу шашкой махать и только не делал бесполезно сейчас я постарел я перестал ходить по чужим садам я там столько всего на открывал чего я там на открывал в основном константин и деревья гибнут константин и деревья погибли вот когда я говорю вот это вот отрезать надо вот так по железу вот так никаких рад на кольцо вот видите вот так вот меня никто не слушает я вам сейчас показываю одно из деревьев которые перевалил за 30 лет это сын манджурица манджурица у меня вон там ну сколько его можно показывать вон где там под ним вам сами видите кстати свел не густо ведра два три четыре даст вот там на фоне вон того дома коричево а вот и вот один из вас сыновей и вы скажете константинович как же так у тебя все прекрасно ладно вот это молодое дерево это одно из этих самых из сихоталинских я пересадил сюда из я прошел ради чего вы тут вроде этого дерева но пусть будет последовательность вот она она прекрасная на нем нет сухих веток и быть не может на нем нет больных листьев и никогда не будет с чего ради на нем если есть муравей если бы я поищу я найду одних два это охрана встает охрана вот и муху в это убью и как-то песня была увидишь муху муху бей взять ее на мушку это все работа моих милых этих они меня не кусают чего их ненавидеть муравьев их ненавидят невеже с громкими фамилиями почему она пересажена сюда это дерево на холм посажены видите вот да вот ради этих листьев смотрите внимательно вот они необычные даже для абрикоса вот и пересадил его но плоды оказались обычные конечно не наверно не это самое не манжурские достаточно мелкие и вкусные ладно но вы видите абсолютно здоровое дерево пятнадцатом году косточка была посажена шестнадцатом однолетний перенесен сюда из-за необычных листьев вот они скажете абрикосов или нет ребят абрикосы они не такие показать вам абрикосов и ладно они сейчас еще не сформировались есть а вот этот самый а вот они еще не сформировались и ничего долго вот увеличится в размерах почему сегодня у нас 5 июня вот одно месяц опоздала весна теперь мы с вами идем ради чего я устроил этот фильм внимание и так одним деревом будет меньше один из сыновей манджурца умирает видели вы скажете железо они же бессмертные ты же говорил что они не убиваем и почему он умирает железо вам ответит начали виде загадки полминуты вы видите его внимательно рассматривать внимательно если подойти ближе нижние скелетные ветки выше моей головы вот моя голова вот тень видите вот и ну правильно было время вот здесь расслаброс его земляк я его выпилил смотрите мне надо было освобождать место в сибири в россии для моего сада места не нашлось пришлось выпилить абсолютно здоровое дерево видите возрождается вот манджурец вот так груша вот она вот они им уже хоть не смотрите что маленькие пни и можно было за 30 обоих и я делаю замену вот она замена так дальше когда она росла вот тут объясняю историю и вот это росло мне оттуда трактор зайти не мог то время здесь был питомник и даже пусть не пару соток но еще было это пару-тройку соток было картофельное поле и оттуда заходил трактор и мне перекрыли дорогу тогда мне пришлось трактор запускать отсюда так у меня там прямо 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 это ворота справа так куда сейчас мы загоняем автомобили легковые и вот сюда подходил трактор и здесь получалось так внимание очень важный момент я оправдываю себя не оправдываю раз метр два два с половиной метра а второе дерево вот это обратите внимание на размер поняв приличный да вот я выпилил прошлом году 30-летние деревья одно и второе между ними два с половиной метра трактор не проходил почему потому что трактор был всем правильно с тележкой и тогда я взял 30 лет назад я не говорю что был дураком я был такой как все если я дурак то все дураки или просто назовем нас среди сатистический садовод и я своими руками внимание уничтожил досюдова вот досюдова я делал обрезку на кольцо на кольцо на кольцо на кольцо видите эти гниющие раны до сих пор 30 лет прошло но когда кольцо вот потом я стал уменеть и перестал вот этот верхний ярус они позже появились я перестал их рано делать на кольцо оставляя уже пни я все смелел уже такой пень а я уже вижу раз нет рано на конца это получилась пробка защита защита я вижу никто не видит 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 хочется материться вот уже более смелое дело вот еще смели а вот еще смели вот почему я делал что проехал трактор вот я сделал этот высокий штамп и если вы сейчас проедете пройдете по мою саду а мы ходили вот идет туда прямо еще дар долго долго налево долго направо долго вот вы увидите что вот таких деревьях у меня только сыновей до этого года когда я 20 штук спилил было 30 около 40 все были живы рухнули 2-3 под урожаем но все равно оставались живы пока их не выпил за подлесной земли и погиб фактически погиб внимание видите посмотрите сколько мертвого сколько живого как бог я подвожу вас к этому долго долго не могу коротко как мог загнуться загибается уже на три четверти загнулся да даже на четыре пятых загнулся манджурский абрикос сын манджурцы привод диком здоровье отвечаю это уже не первое первое наблюдение по и вот эти страшные ошибки которые привели к уничтожению садоводства россия не преувеличиваю страшно и две главные причины сами не умеем а покупаем южное дерьмо который умирает из расчета миллион из миллионов ни один не остается я пока еще ни одного не нашел ни одного и в других регионах тоже ни одного я получил десятки сотни тысячи фотографий ни одного южного и вот он северянин почему он умирает точнее надо сказать дальний восточник почему он умирает потому что у него здесь здесь внутри мертвого все мертвичина здесь у него замерзли и погибли сосуды проводящие сок туда он и не мертвый если взять эту фотографию сделать из нее сделать сделать фотографию крупный план близко вдали и послать в эти самые раскрученные как как каналы вот и не рассказывать все что я рассказал его судьбу страшно что два метра были вырезаны все ветки а если бы они не были вы скажете я болтун нет сейчас дойдем до болтана значит получается что получается что там было бы сказано срочно реанимировать с помощью фунгицидов так нет ну смотреть глаза и специалисты чтобы кроме этого знаете вот когда вы учите уничтожать деревья отрезать нижние скалетные да я отрезал но я отрезал еще прошлом веке это трактору нельзя было проехать и прошло еще 20 лет и вот она эта расплата первое единственное у меня погиб погибшие фактически этот самый сын манжурца супер морзостойки супер стойки вот она причина вот ну а теперь скажете а может у вас все такие вы тут так хитро изложили давайте глядеть мне что трудно было отрезать нижние скалетные ветки ну-ка глядеть я их отрезал ведь я пересаживал саженцы я запросто мог когда я пересаживал саженцы я отрезал верхнюю половину вот найти бы следы вот это прошло много лет следы пи 1 это первое пенечка потому что он был метра полтора да не сейчас не найду даже следов был метра полтора я где-то учитывая аккуратность целые корни ну из полтора метра точно мне полметра это снес а может и всем а может и половину вот и с тех пор он живет да он не такой уж и безобидный вы думаете это раны я делал нет это морозобойны и никуда от них не деться психоталинский абрикос все равно там теплее чем у меня вот и вот они муравьи которых ненавидят страшной ненавистью лучших друзей садоводов самых лучших главных беспощадных к этим самым к инфекции беспощадных к насекомым как можно было это придумать такое вот сделать их врагами вот ну сколько их тут ну вот ни одного я сейчас только видел а вот один ниже 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 вот 2 2 где-то 3 внутри было вот это не несчастье вы не найдете у меня никогда вы не найдете у меня ни одного этого ни одной клинки ни единой никогда и на черта бы я их опрыскал давайте с этой стороны посмотрим вот видели смотрели почему на нем нет дыр да потому что насекомыми борются вот те самые муравьи а их немного если их посмотреть внимательно сейчас попробую ну может их тут набежит десяток сейчас повыше глянем я очень хочу чтобы они тут были я защитник пор я хочу чтобы они тут были вы покажите что вас не два больше умоляю внук покажитесь вот раз нет дыр на листах значит все вы свое дело делаете честно добросовестно ну пожалуйста ну еще к 3 хотя бы вот он а 3 хух их такое количество это нормально они справляются вы думаете вот ему делать нечего он полез вверх вот 4 вот 5 вот 5 да выше не вижу и вот они снают верхние они работают их работа это патрулирование я пытался понять он лезет 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 остановился принюхался ага нет врагов дальше полез или все задание выполнено вниз полез в результате абсолютно целое дерево дерево с которого ни одного это не срезано ни одной нижней скелетной ветки и дерево с которого я своими руками срезал почему потому что не смотрите на эти палки это проезд уже был рух когда вот эти страшный урожай давил и приходилось чтобы они не упали приходилось делать поперечины это остатки поперечина вот не выдержала невозможно выдержать почему на два метра уже сок поднимать уже здесь не надо поднимать на два метра вот эти нижние скелетки друзья что они сделали они накормили и кормят в эту секунду глюкозой корни а это страшная ошибка нет я и тогда бы не стал отрезать еще раз от этого до этого от которого пение стало 20 метров не проходил трактор с телегой только ради этого я изувечил дерево и вот кто-то скажет но железо вну нагородил кто-то будет смеяться скажет ну чё чему научил смотрим черный абрикос молодежь здесь я делал штамп ну-ка смотреть глаза нет вы найдете здесь тоже самое поискать мы здесь хотя бы парочку я так люблю муравей а так люблю их находить на дереве вот если на дереве нет муравьев начинаю переживать где охрана вот которая в это кстати любуйтесь прививка персика на абрикос это так слову случайно я и шел мимо вот показать вам что охрана не дремлет кстати вот еще прививки видите ну ну не могу я но отвлекаюсь бывает вот так где же вы мои любимые муравьи сейчас бы нашел вот он вот он охрана и вы знаете там нет никаких болезней и ни одного насекомого нету он уже провел вот он вот он вот вот и вот его хаотичное движение вроде бы это работа муравьев вот если бы вы знали у меня вебинар сегодня но сегодня 5 может быть вы не увидите этот фильм до вебинара может быть вот а то бы увидели посмотрите где штамп искалеченный ну еще показать вот где искалеченный штамп где искалеченный штамп это вот там вот это вышел видите это уже омоложение вот потому что есть деревья изуродованность и самой цены деревни с них сотки меток взяты за последние 15 10 лет вот видите еще показать муравьев или надоел уже с муравьями вот так каждыми обязательно нахожу охрану вот ненависть к муравьям переполняет весь интернет ненависть жуткая звериная вот как их ненавидят только для того что потому что сами зомбированы сами оказались дураках не представляя ничего из себя не имея садов ничего ними а пройти по настоящему саду пройти по вот по такому саду представляете что творилось если собрав трижды собирали из понес как у ведер вот с этого дерева да по три по пять люди раз 35 люди 23 5 3 и после этого оставить уже невозможно собирать сил нету вот это все оставить вот это все самое ценное на свете я не оговорился нет сейчас скажу не академик вот не королевский не бай самое ценное на этой планете я имею ввиду север планеты это маньчжурский абрикос его сыновья вот он посвидетесь в прошлом году что он творил мы с него собрали ведер 10 20 никто их не считал вот они сколько осталось бесконечно вот жердель моя знаменитая это невероятно площадь гигантская вот меня все время заставляет оправдываться почему нет чаши а это что я выросил дерево в виде чаши но я при этом не скалечил ни одну ветку понимаете ни одну ветку не искалечил то что вы видите вон огрызки это чтобы дали по эти приросты новая на прививку жердели ветки жердели черенки жердели имеют гигантскую ценность пусть они не крупные но это юг сибири у юг украины который я приучил себе площадь гигантская хотите скажу какая площадь сейчас поймете а показать сколько поднимать их костик для столько раз показывал вот этот ужас после сбора 40 веток посмотрите сюда вот сейчас они уже расщелкались а некоторые всходят сейчас покажу это так слову где-то я тут видел видите вот тут их неимоверное количество их никто не садил вот куда я потом буду делать да никуда косой будет скошена а ученые успеваете нет нет почему не потому что вам это не надо потому что не нужно вашему начальству потому что не найдется денег на командировку на то чтобы купить билет москва абакан а табакана еще час езды чашеобразную форму вот она чашеобразная форма отойду подальше ну вот она беру по отхожу на кого где кончики этих раз два три четыре крупные шаги пять шесть семь восемь ту сторону еще восемь шестнадцать шестнадцать на шестнадцать порядка ста пятидесяти квадратных метрах усеянных этими костями кусочками вот одно дерево дает форма заранее сделано не надо калечить нет вот она кустовидная форма вы чё сразу не можете что потом не не учить людей сегодня понедельник сегодня вебинар я вам буду рассказывать 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 и в сотню фотографий предъявлю и скажу творится невеже не внести к и страшное невежество как как людей отучить калечить ну уже растет то но оставьте его в покое но самый похожий на патриарха и сыновей вот он урожает дикие посмотрите какое у него основание штаба на кой черт я буду все это отрезать мне что делать нечего надо убить его и вот так я сделаю будет как то где трактор не проходил я сделал штамп двухметровый и убил дерево пусть на тридцатом году жизни но убил же вот и может быть хорошо что это случилось потому что я погубил одно дерево но научу тысячу людей тысячи если вы будете помогать и рассылать мои ролики видеть все я выговорился на улице это жара дикая вот я на грани фантастики в смысле на грани смерти вот а как же я могу пройти мимо стола вишня сибирская стала она же подвой и вот они смотрите и черешня боднера вот она видите вот это все теперь ну черешня привитая вишня подвой все это вместе называется единый организм опыляют друг друга опыляют вот показать вам он они черешенки вон они он они может видно можете плохо видно вон они черешенки но они сейчас только-только потому что они только как бы вылупляются из этого саму из чашелистика только вылупляются но вот но некоторые уже вот они уже есть черешня настоящий не может быть не может себе вот как это как допустили на вебинаре я покажу вам эту статью там ужас какой-то там такие даются крайние эти градусы морозостойкости что этим черешем соваться дальше этого границы с украиной невозможно бесполезно и тут же отчет в книге гибнет гибнут 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 мерзнут а когда вот этот период меня начал это самый намного пера раньше меня бодр борисович царство его небесно знали же о нем центральное телевидение этот самый канал россия показал о нем сюжет все надо было бросать к нему у вас до 30 а у него больше 30 но не надо никому зачем будем кучу им этом копаться в своем кукули в этом болоте каждый кулик и нос не высовывать почему сладко уютно красота не можем не получается замерзает все я наговорился все друзья пока до свидания